Привет! И после небольшого перерыва мы снова возвращаемся к обзорам. И мы начинаем сегодня обзор нового пива от Мэдисона. Ура! Мы наконец-то дождались нового пива от Мэдисона. Сегодня мы ждали этот пивас, эти два пиваса. Анонсировали вчера, что он придет 24 числа. И мы ждали сообщения, когда придет в телеграм-канале. Ну или где там в соцсетях. Дождались помещения, что в Питере появилось в магазинах. Мы приезжаем в магазин, а там пива нет. И стоят пацаны. Я такой, что, пива нету что ли? Они говорят, нет, еще не привезли. Ну да, и вот типа мой водитель в пробке. Я такой, блин, ну я пошел. Я 40 минут на лавочке посидел, приезжаю, а там до сих пор нету. Ну и там уже очередь такая выставилась около магазина. Приезжает водитель и говорит, о, блин, а как я разгружать-то буду? А у него там 20 человек. Я такой, ну давайте я помогу. Потом говорю, давайте себе поможем. А пацаны стоят, давайте себе поможем. И мы, короче, себе разгружали эти коробки. Кто будет смотреть, пацаны, привет, которые разгружали вместе коробки и разгружали. Несли свой крест. На Голгофу, блин. Несли свой крест, потом его купили. Ну там водитель нормальный такой говорит, давайте без очереди куплю. И купили мне без очереди. Я всех просто организовал. Типа давайте быстренько. А он, блин, час бы, блин, эти коробки разгружал. Там их столько было. А мы человек 10, наверное. А я ждал, 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 ждал. Его наконец-то дождались. Мы купили за 350 рублей банка. Охренеть. И это пиво сегодняшнее про дом Неда Фландерса, которого строил Симпсон, который сужался в конце. Смотрел я эту серию, да? Не помню. Не помнишь эту серию? Я тебе расскажу. Значит, у Фландерса сгорел дом, а Гомер вместе со всеми построили ему дом, который потом сужался в конце. Какой-то странный коридор. О, дом Фландерса, малыш, смотрите. По нему приятно ездить. Сейчас, меня хватит. Классная была серия. Ну вот, и в итоге Мэдисона потом травили вот этой шуткой. Часто очень произносил это про Неда Фландерса дом. И потом все в его комментариях начали говорить. И потом решил сделать пиво с названием Доме де Фландерус. Росбери Берлин Вейс и Пейзен. Это что такое? Каким фрук... Каким, блин? Я не знаю, английский пиво. Где по-русски-то, блин? Пасен фруи. Итак, давайте посмотрим Росбери. Вода приготовленная. Соло пивареный чменный. Соло пивареный пшеничный. Подолго ягодное сырье. Хмельепродукты, дрожжи. Так тут не написано по-русски, с чего он, да? Чего вы не перевели-то? Ща вернусь, малютки, тут на упаковке. Это маракуйя. Маракуйя и Росбери. Малина и маракуйя, ничего себе. А, малина и маракуйя. Ну, в этот раз никаких огуречных лосьонов у нас нету. На упаковочке она такая матовая, такая, как наждачка такая. Матовая наждачка такая. Приятная, приятная банка. На упаковке сам Мэдисон нарисованный кем-то. И он говорит, ща вернусь, потом он уходит. И он такой, блин. Странный свет засвечивает. Белая упаковка, она засвечивает. И вот вторая такая же, только малина и маракуйя. С малины начнем, давай. А тут еще у нас приписывается. Конечно же, Бервария, да. Автограф Мэдисона. Ну вот, Мэдисон, мы разгружали коробки, как в мафии. Как в мафии. Разгружали коробки, я их всех сподвиг. Пацаны, красавчики, за несколько минут управились, столько коробок перенесли. Мужик вообще в шоке был, водитель. А, нефильтрованный и не пастеризованный. Брюмен Саур Эль. Когда становится тепло, сразу хочется освежающего натурального пива. Такого, которое подарит мужчине честной судьбы энергию на целый день. Энергию, которая пойдет на такие полезные дела, как питье еще большего количества пива. Это настоящий мужской замкнутый круг. Ты пьешь пиво с целью утолить жажду, зарядиться силами для того, чтобы пить пиво. При этом вкус пива к концу банки становится все более и более похожим на жизнь настоящего мужчины честной судьбы. Это напоминает мне серию одного американского мультфильма, где одному из его героев построили дом, который сужался в конце. Смешная была и серия с кислым осадком. Так и тут. Вкус малины вначале напоминает вам сладость, перы любви, а последние глотки, как эта мерзкая баба вас бросила. Давайте посмотрим. Открываем наконец-таки, открываем наконец-таки. Что-то она мало пшикнула. Из банки как будто фейерверками запахло. Малиновое вино. Тари да-да-да-да-да-да. О, банка чего в коллекцию. Блин, у меня уже места не хватит на шкафу-то, блин. Хватит, хватит это делать. Реально, как будто фейерверками каким-то пахнет. Издалека. Так, а закуска у нас сегодня джерки. Джерки из Казахстана. У меня куча обзоров на джерки было и казахские продукты, так что смотрите в других видосах. Класс. Все такие классные на великах приехали, пацаны, за пивом. Ха, прикол. Один чувак вообще ящик взял. Ящик! Не знаю, блин, ящик. Куда тебе ящик, блин, за 350 рублей? Охренеть просто. Ой, какой балдеж. Слушай. Блин. Вот это кайфово. Ой, а кислый? Ой, обожаю такой. Если бы он не 350 рублей стоил, я бы, наверное, взял бы ящик. Точно, сам бы. Блин, какой крутой, слушай. Я его один выпью. Как мне с жерки пить? Кислый, как сидор. Ой, еще и пшемичный, послевкусие. Ой, 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 какой балдеж. Да, его хоть залпом выпить. Крепкость 5,5. Вообще класс. То, что надо. Даже переплюнуло... Квас. Не, не совсем похоже на... Квас говно. Невкусное. Хлебный или гриб. Вот 2 в 1. Такая же кислинка. Идеально, идеально просто. Идеально. Вот, да, иди отсюда. Класс, ребята. Переплюнул даже сидор Хованского. Я думал, сидор Хованского будет круче всех, но нет. Теперь вот это. Раз побери. Берлинир Вейс. Самый балдежный напиток. Все соединяет. И кислинку, которая мне нравится в сидоре. И пшеничный послевкусие, которая мне нравится в пиве. Вот это класс вообще. Ой, балдеж. А как мне теперь? Две банки, что ли, пить? А это что еще раз? Маракуйя. А, маракуйя. Ну, наверное, такая же кислинка. Тут, наверное, тоже самое написано, да? Удружил, конечно, братишка. Ну, сейчас попробуем с жерки все-таки. Дороже, блин, всех, которые были. Чем дальше, тем дороже будет. Да, чем дальше, тем дороже. Ну, видимо, санкции, говнякции. А кто производитель? Изготовитель Брюмин. Великий Новгород, 5,5. Вообще не чувствуется алкоголь. Как сидор, только пиво. А, ну вот, видишь, из Великого Новгорода. Вот это Большая Санкт-Петербургская. Большая Санкт-Петербургская. Ну, вот оттуда и ехали, видимо, быстрее, Питер. Из Великого Новгорода тут ехать пару часов, или сколько там. Блин, вообще без закуски можно фигачить. Блин, что же под него, под это... Дай ножницы или ножик. Мне кажется, жерки не очень, она острая. Жерки острая? Да нет, жерки средние, она не такая. Что ты бастурму не взял? Бастурму тем более не хочу. Бастурма все портит. Я как не возьму бастурму к пиву, бастурма все портит, весь вкус. Не, все-таки без закуски. Может, сухарики, хлебушек какой-нибудь. Он точно не бастурма. Ну, сушки. Давай, давай сушки. Я тебе говорю, тут вкус перебивать не хочется. Вкус вкусный. Ну, это покруче, конечно, чем это огуречные. Неудивительно, что Мэдисон набухался. Мэдисон сейчас пишет. Я набухался, стрима сегодня не будет. Сушки Нинофарина. Таралини классические. Куплена в семи шагах. Веганская. Но я не веган, а просто клевые. Балдежные сушки. Рекомендую. Еще чесночные там такие есть. Без давления шахара, без пальмого масла, без дрожжей. Белиссимо. За вас, ребята. За всех тех, кто таскал. Мне, походу, кто-то узнал там. Привет, пацан, который меня узнал. Спрашивал у меня, обзор будет или нет. Привет тебе, пацан, который спрашивал про обзор. Да еще можно залпом это выпить. Вообще очень легкое. Ну, конечно, конечно. Можно найти такой пивас. И дешевле. Конечно, может. Без проблем. Хотя я такой еще ни разу не видел. Но это, скорее всего, крафтовые будут. И крафтовые такие же будут дорогие. Не очень хочется тратить деньги на это. Просто вот в последние дни хочется чего-нибудь кислого. И я купил кислый сидор тогда. Так что ни с чем мясным я бы это не ел. Вот с простыми сушками. Вот вообще за балдеж. Не перебивают вкус. Чуть-чуть солененький. Так что, пацаны, если еще пива осталось, то бейте обязательно. Хорошо пошла. Что, следующий открываем. Этот цвет уже больше на пивной похож. Вот, сболтал, блин. Класс. Passion fruit. Что такое passion? Почему passion fruit? Passion. Passion, наверное. Passion. Это страстный. Страстный фрукт? Маракуйя это страстный фрукт? Passion fruit маракуйя. Как лимонадом пахнет. Как будто купил лимонад с маракуйей. Или сок с маракуйей. Вот у нас же есть сок с маракуйей. Мы же брали. Манго. А, манго. Ну, непонятно, честно говоря. Маракуйя или манго? Теперь непонятно. Ну что, погнали. Больше почему-то ананас напоминает. Не знаю, под конец не почувствовал никаких, никакой мерзкой бабы, которая меня бросила. Ой, кислятина вообще. Вот это кислее, чем вот это. Блин, а я думал, сейчас джерки поем. А в итоге джерки все испортит. Есть вкус. Да, пахнет маракуйей или манго. Выглядит как вспененная моча. Пссс. Нет, вот это кислее два раза. Тут я не морщился, а тут я морщусь прям. Ау. Побольше вот таких. Еще по пару баночек. О, прям пора. Все, что я хотел. Мои желания воплотились. Не зря ящики таскал. Ой, живот надулся уже. Нет, с бастурмой вообще фигня. О, с джерками. Вообще с мясной фигней вообще все фигня. Но с острым особенно. Может быть мясо, которое будет безвкусное. Какое-нибудь. Не, не острое. Без специй. Будет нормально. Какой с хейминг стейком. А вот с этим нет. Тут и приправа, и это. И острота какая-то. И это. Мне больше всего понравился малиновый. Малиновый не такой кислый. Но мне нравится кислый. Но по вкусу малина, мне кажется, лучше, чем маракуйя. Маракуйя непонятно. Надо как полуананас, полу какой-то этот, полуманго. Что-то непонятное. А, тут другое конец-то. Вкус маракуйи вначале напомнит вам о сладких надеждах и мечтах. Последние глотки намекнут, что в итоге вам придется всю жизнь потрачить на заводе. Запах очень яркий. Ну что, да, действительно, 10 в 10. Те, кто взял по ящику, тот молодцы. Действительно сужается в конце. Ну, короче, всем пока. Подписывайся, оценивай. И ждем следующих пивасов. Хотя, не знаю. Это, по-моему, последние пивасы, как говорилось. Хотя, не знаю. Что-нибудь сбредет в голову, и они опять сделают пивасы. Или сидры. Так что, подписывайся. У нас сейчас будет много роликов. Так что, подписывайся. Так что, подписывайся. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры сделал DimaTorzok